Анастасия Мосина Проблемы села накануне обсуждали краевые парламентарии на заседании комитета по агропромышленной политике. Какие решения вынесли депутаты? Автобус у нас ходит три раза в день, поэтому не каждый день можно поехать в город и купить препараты, а ребятишки болеют. И возникла очень сложная проблема. Жители села Большая Уря больше полугода добиваются права на медицинскую услугу. В селе с апреля текущего года не функционирует аптечный киоск. Эта идея, которая была заложена в своем проведении чтения, она не просто не умерла, но она еще развивается и развивается. Педагогический колледж встречает гостей. Молодые исследователи со всей страны съехались в Канск для участия в традиционных далевских чтениях. И теперь обо всем подробнее. Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края выдал Канской ТЭЦ паспорт готовности объекта к работе в осенне-зимний период. Выдачи паспорта предшествовала серия проверок, организованных специалистами Министерства, органов местного самоуправления и контрольно-надзорных органов. Всего было проверено 29 субъектов электроэнергетики, 2 объекта генерации и 12 дизельных электростанций. Проверки были направлены на установление уровня укомплектованности и подготовки производственно-технического технологического персонала для работы в осенне-зимний период и обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работ оснасткой. Добавим, что в регионе действует двухуровневая система проверок объектов электроэнергетики. Крупные генерирующие предприятия проверяют Минэнерго Российской Федерации и федеральные контролирующие органы. И сегодня именно комиссия Красноярского края очень жестко подходит к этим вопросам. Я считаю, это правильно, это обязательно надо подходить, чтобы потом зимой все люди были в тепле, в уюте, чтобы горели окна и там было тепло и хорошо. К другим темам. Заседание комитета по делам села и агропромышленной политики состоялось накануне в законодательном собрании Красноярского края. Депутаты рассмотрели ряд актуальных тем, но больше всего вопросов вызвал краевой бюджет. Стало известно, что он претерпит сокращение расходов. Сокращать финансирование села, считают парламентарии, нельзя. Это основная отрасль краевой экономики, которая не сможет развиваться без должного уровня господдержки. Ответ перед депутатами, представляющими тружеников и жителей села, держал министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. Мы принимали бюджет, вынуждены были осенняя корректировка, доходы несколько корректировать в сторону снижения. Это что означает? То, что мы оптимистично подходили, завышенные ожидания и все такое. Поэтому здесь надо все-таки более реально подходить к вещам и стараться оптимальные доходы планировать. Некоторые из парламентариев считают, что расходы производятся нерационально. Так, по их мнению, слишком много средств уходит на поддержку спорта. Десятки миллионов рублей тратятся на подготовку к универсиаде. При этом спортсмены не всегда оправдывают ожидания. Между тем, в 2017 году объем доходов краевой казны прогнозируется на сумму 190,2 миллиарда рублей. Расходы 202,3 миллиарда. Дефицит 21,1 миллиарда. Уменьшить дефицит бюджета, да, ну это здорово. Ну давайте тогда возьмем и за три года его вообще уменьшим, ну и подожмем пояса и посидим без поддержки, допустим, агропромышленному комплексу или, не знаю, тем же спортсменам. Вот если нам непонятно, вот эти рекомендательные носят характер, допустим, снижение со стороны федерации или законодательно носят решение о том, что мы должны в этих рамках жить и не более того. И здесь бы мне в этой плоскости хотелось услышать от вас следующее. В разрезе других субъектов федерации, как мы смотрим. 14 субъектов Российской Федерации в стране периодически нарушают бюджетный кодекс. У них объем государственного долга выше собственных доходов, иначе говоря, выше 100%. Не будут особые меры предпринимать. Значит, на самом деле там вплоть до ответственности и высшего должностного лица. Это не все так просто, поэтому к этому относиться нужно очень серьезно. И есть некие три группы субъектов. Вот первая, которая сказала, они уже нарушили быка и находятся там в зоне рисков, или как это можно назвать, в красной зоне. Вторая, где мы уровень от 70 до 100%, и третья, где там ниже 70%, но где более благополучно. Значит, у нас вот мы в третьей, находимся к счастью. Проект бюджета рассматривается в первичном чтении, поэтому председатель совета попросил представителей министерства еще не раз встретиться с представителями профильных комитетов ЗС, чтобы основные статьи доходов, в том числе и на развитие села, были защищены. Сельскохозяйство – один важнейший орган в государстве, который растет постоянно. Есть где развить именно сельскохозяйство в каждом территории Краснодарского края. Достаточно она сегодня успешно работает, и мы должны поддержать. Члены комитета пришли к выводу, что перед рассмотрением во втором чтении краевого бюджета необходимо провести рабочее совещание с участием руководителей сельскохозяйств. Татьяна Лисогор, Михаил Калатушкин, телекомпания «Канск», 5 канал. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в попытке угонов автомобилей жители села Остафьевка. За ночь злоумышленник взломал сразу четыре машины. Однако ни одна из попыток уехать на чужом транспортном средстве успехом не увенчалась. Как выяснил полицейский, злоумышленник, разбив стекла, проник в салон автомобилей, где взломал замки зажигания. Однако совершить угон транспорта ему не удалось. Участков полномоченной полиции проинформировал о случившемся дежурной части межмуниципального отдела и вместе с прибывшей следственно-оперативной группой опросил возможных очевидцев, установил подозреваемого и задержал его. Задержанным оказался ранее судимый 17-летний студент профессионального училища, проживающий в соседнем населенном пункте. Отделом дознания в отношении молодого человека 1999 года рождения возбуждено четыре уголовных дела. По признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Депутаты Каннского районного совета продолжают исполнять наказы избирателей. Парламентариям было направлено письмо от жителей села Большая Уря, где с апреля текущего года не работает аптечный пункт. Данное обстоятельство приносит большие неудобства местным жителям. Удалось ли разрешить ситуацию, расскажет Евгений Гомзюков. В Большой Уре проживают более тысячи человек. Аптечный пункт здесь просто необходим. Закрытие торговой точки медицинскими препаратами и изделиями вынудило местных жителей ездить за лекарствами в районный центр. При этом не каждый сельчанин может позволить себе частые поездки в Канск. Я работаю заведующей детским садом и, естественно, каждый день встречаюсь с родителями, у которых возникла проблема, потому что дети болеют. Период осень, зима впереди. Поэтому автобус у нас ходит три раза в день, поэтому не каждый день можно поехать в город и купить препараты, а ребятишки болеют. И возникла очень сложная проблема. Основной причиной закрытия аптечного пункта стало отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у местного ФАПа. Для решения этой проблемы большуринцы обратились к главе сельсовета, который, в свою очередь, поставил в известность о сложившейся ситуации депутатов райсовета. Нам пришлось, конечно, вместе с советом депутатов обратиться в районный совет депутатов. И вот сейчас, уже спустя некоторое время, мы уже видим, что этот вопрос начал решаться. И, как мне сообщил депутат Гасимов, что в ближайшее время уже все, аптека начнет работать. Возобновить работу аптечного пункта удалось в результате тесного сотрудничества районных депутатов, руководства предприятия губернской аптеки и представителей Каннской межрайонной больницы. На протяжении месяца вопрос активно обсуждается и решается, и пути выхода из этой ситуации. И вот в скором времени он заработает уже, потому что все необходимые документы подписаны, достигнуты все необходимые согласования, решения приняты. В этом направлении работаем очень активно. И в скором времени он заработает буквально на будущей неделе уже. Также возобновят работу аптечные пункты в селах Красный, Курыш, Георгиевка, Архангельская и Анцирь. В ближайшее время организационная работа будет завершена, и медикаменты вновь начнут поступать в эти территории. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Каннский» проведет для жителей обслуживаемой территории акцию выходного дня. Акция состоится в субботу, 19 ноября, с 9 до 16 часов. В удобное для себя время желающие смогут обратиться за получением государственной услуги и подать заявление о выдаче заграничного паспорта без предварительной записи. Кроме того, специалисты и сотрудники полиции в период мероприятия помогут гражданам в заполнении необходимых документов, окажут им правовую помощь и проведут консультации по обращению за госуслугами по линии подразделения по вопросам миграции. Дополнительную информацию по акции выходного дня можно получить по телефону 2-17-17. Болезная газета «Катый канал» Новости, аналитика, интервью, программа передач самых популярных телеканалов, розыгрыш билетов в кино и театр. Покупайте полезную газету в киосках Роспечати, магазинах города и редакции Пятого канала. Полезная газета – издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. В «Кари Китс» вы можете оформить рассрочку на любую покупку. Быстрое оформление, легкое погашение и никаких переплат. ООО «Кари Финанс». Полные условия уточняйте у сотрудников магазинов. «Канск» 40 лет октября 62, строение 4 ТЦ «Порта Тур-2». А вы готовы к наступлению холодов? Меховой салон «Вагира» приготовил для вас яркую модную коллекцию дубленок. Для любого возраста, стиля и размера. Небывалые скидки. До 50% на все дубленки. Приходите, «Вагира» любит и ждет вас. Привет! Нет! Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Юристы России в эту пятницу будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Эту инициативу поддержали и каннские адвокаты. У судебных приставов на этой неделе также пройдет день открытых дверей. Любой желающий в эту пятницу сможет обратиться за бесплатной юридической помощью. Члены каннского отделения юристов проведут консультации по семейному, гражданскому и жилищному праву. Такая особенность, коль проводят ее адвокаты, это будем и оказывать также первичную помощь из области уголовного права. Вот это вот такое вот новшество. Прием граждан пройдет по адресу Московская, 20 с 10 часов утра. Судебные приставы также присоединяются к этой акции. Они окажут помощь гражданам и юридическим лицам по вопросам исполнительного производства. Прием посетителей пройдет с 10 до 15 часов в отделе судебных приставов. На бесплатный прием можно записаться по телефону 31092, либо через электросайт управления. Также можно прийти в порядке живой очереди. Судебные приставы обращают внимание, что юридическая помощь будет особенно полезна тем, кто имеет задолженность по алиментам, так как в ближайшее воскресенье будет отмечаться день ребенка. В Каннском педагогическом колледже проходят традиционные далевские чтения. В наш город съехались гости со всей России, от Белгорода до Владивостока. Прибыла также иностранная делегация. В программе двух дней, доклады, мастерские и, конечно же, неформальное общение участников. Тему продолжит моя коллега Татьяна Лисогор. В Каннском педагогическом колледже сегодня стартовали 13-е далевские чтения, которые с года в год объединяют все больше участников, не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. Сибирь встречает гостей по-настоящему зимними морозами. А тем временем в стенах педагогического колледжа царит теплая дружественная атмосфера. Здесь собрались представители семи стран 34 регионов Российской Федерации, носители своей неповторимой культуры. Сегодня далевские чтения – это не только культурно-образовательные площадки, но и возможность объединиться, завязать добрые отношения между странами и народами. Та идея, которая была заложена в проведении чтения, она не просто не умерла, но она еще развивается и развивается. Потому что, ну сами представьте, в 13-й раз уже иногда в проведении некоторых мероприятий наступает так называемый кризис жанра. А вот здесь этого не происходит, потому что это связано с языком, с языком, который объединяет всех наших людей в нашей стране и за рубежом. О наследии Владимира Даля, великого лексикографа и этнографа, о его вкладе в русскую культуру в педагогическом колледже сегодня говорит каждый плакат. Отметим, чтения приурочены к дню рождения ученого. 22 ноября исполняется 215 лет, как Владимир Иванович появился на свет. «Айхэн бэээ, нэмэх дик, либэн, эмайны брус, дациди дир, гольдрин, дир, дим ов». Господа, вы же договаривались, никаких чужих авторов, только наши. Это же стихотворение из «Борника Таля». Более 10 образовательных площадок для студентов и гостей будут действовать в колледже в дни проведения Далевских чтений. Все они так или иначе связаны с качеством подготовки будущих педагогов. Среди гостей чтений 6 докторов наук, представителей всех вузов Красноярского края, а также гости из столицы. «Сегодня мы активно возрождаем Россию, активно возрождаем русскую культуру. И далевские чтения в этом смысле, они, в общем, сложно приоценить вообще их значение с этой точки зрения. Поэтому я так считаю, что если эта традиция продлится еще много и много лет, то я, кстати, точно выйду в чемпионы». «У нас идет такое негласное соревнование между профессорами-участниками, кто наберет больше лет участия в Далевских. Вот у меня уже 8». Первый день, как правило, отводится на культурно-образовательную часть чтений. Участников ждут мастер-классы и красочные представления. А завтра состоится конкурс научных работ студентов. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Международный день толерантности отметили сегодня в Центральной детской библиотеке. Своим маленьким читателям библиотекари предложили принять участие в мероприятии под названием «Давайте жить дружно». Именно о дружбе рассуждали ребята и все вместе искали ответ на вопрос, кто же такой настоящий друг. На вопрос, что такое толерантность, эти ребята, пожалуй, пока не смогут ответить. Термин для учеников 4-го класса сложноват. Поэтому библиотекари предложили ребятам подумать над тем, сколько друзей может быть у одного человека, какими качествами обладают настоящие друзья и что такое дружба. Дружба, ну, что они должны знать. Ну, например, кто такой друг, его качество друга. Ребята наперебой отвечали на вопросы ведущих, азартно участвовали в конкурсах и викторинах, вспоминали пословицы и поговорки о друзьях и даже станцевали танец дружбы. И пусть не каждому из них уже удалось найти такого друга, чтоб на всю жизнь, зато все эти девчонки и мальчишки твердо знают ответ на вопрос, каким настоящий друг должен быть. Дружба – это что такое? Дружба – это когда хорошие друзья и никогда тебя не обидят, всегда пожалеют. У тебя есть друг такой, чтоб прям самый лучший настоящий? Нет. Нет пока? Ну, ты как будешь выбирать? Каким он должен быть? Ну, чтобы интересы были подходящие, ну, чтобы сходились, не сорвались часто. Дружба – это когда помощь, и самое главное, чтобы каждый помогал в трудной беде. У тебя есть друг или, может быть, друзья какие-то на всю жизнь? Конечно. Мой самый лучший друг – это Ивашкевич Павел. Расскажи о нем, какой он был. Почему вы дружите? Потому что мы с раннего детства друг другу помогали. И мы… нам нравилось всегда это помогать. И мы вот сейчас в школе учимся вместе. У тебя уже есть такой друг? Прям хороший-хороший? Нет, пока нет еще. А каким он должен быть? Ну, в любую минуту, ну, когда мне нужна помощь, он может мне помочь. И там… он должен быть добрым, хорошим. Друг – это… это ближний человек. Ближний человек – это человек, который бескорыстный, милосердный и сострадающий. Алина, у тебя уже есть такой друг, что вот на всю жизнь? Да, у меня много таких друзей. Расскажи о них, какие они? Почему вы дружите? У меня… у меня друзья очень веселые и хорошие. Бескорыстные. Это то, что я в них всегда ценю. Ребята уверяют, их класс и так очень дружный. А библиотекари считают, после сегодняшней встречи, их маленькие читатели будут еще больше ценить друг друга и свои теплые отношения. Ольга Величко, Сергей Молчанов. Телекомпания «Канск», 5 канал. Грядущие выходные обещают стать насыщенными для спортсменов, болельщиков и активных горожан. Сразу несколько значимых спортивных мероприятий намечено на субботу и воскресенье. Одним из самых ярких станет полувековой юбилей Дома спорта «Текстильщик». Состязания, посвященные этому событию, проходят в Канске уже в течение месяца. У нас ожидаются насыщенные выходные, грандиозное событие состоится 18 ноября в Доме спорта «Текстильщик». К этому прекрасному зданию и главной спортивной арене нашего города исполняется 50 лет. Запланированы ряд мероприятий, которые идут в течение месяца, это спортивные соревнования. А торжественная часть будет 18 ноября в 16.30 в Доме спорта «Текстильщик». Приглашаем всех жителей посмотреть, посмотреть прекрасный концерт. Кроме того, в выходные в Канске пройдет 8-й открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою в памяти инструктора военно-спортивного технического клуба «Патриот» Евгения Дятлова. Начало соревнований состоится на базе спортивного комплекса «Арсенал» 19 ноября в 9.30. А торжественное открытие пройдет 20 ноября в 12 часов в ГДК. Дом спорта «Текстильщик» станет местом проведения открытого краевого турнира среди ветеранов, посвященного памяти погибших волейболистов. Мемориал памяти Маданова и Коломина. Игры пройдут в два дня. Начало волейбольных баталий в субботу в 10 часов. Далее прогноз погоды на пятницу. Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране можно на нашем сайте. www.5kanal.info Не забывайте заходить на нашу страничку ВКонтакте. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Татьяна Эльсогор. 18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно более двух тысяч лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза. 18 ноября пасмурно, ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура ночью минус 32, минус 36, днем минус 28, минус 32. Смотрите пятый канал и капризы погоды будут вам нипочем. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин